Добрый день, меня зовут Алексей Комышев, экономист-аналитик, родовой казаки, офицер запасов. Хочу отметить следующее. Я очень часто хожу на разные дискуссионные площадки, на разные круглые столы, практически в ежедневном режиме, иногда в день подвора, в течение уже полугода. И, значит, всегда отношусь с уважением и всегда внимательно слушаю всех. Вот тот тезис, который был высказан, что это пустой звон, что это поговорили и разошлись, я категорически с этим не согласен. Почему? Потому что наша площадка, я здесь случайно появился, но думаю, буду участвовать на постоянной основе. Я считаю, что здесь как раз формируется точка сборки. Точка сборки чего? На самом деле, в первую очередь, надо во главу угла ставить идеологию. То есть мы должны сформировать некую идеологию, за которую пойдут миллионы. Вот это самый главный тезис, который я хотел бы сказать. Сейчас к теме нашей сегодняшней встречи. Я напоминаю, что в 70-е годы, когда СССР находился на пике своего махучества, одному проценту всего правящему классу, так называемому, принадлежало 20% мировых богатств. Сегодня, сегодня, одному проценту правящему классу принадлежит 90% мировых богатств. Думайте эту цифру. То есть сегодняшняя мировая либеральная система стала как максимально несправедливой. И это мы видим по мировому кризису, и это мы видим по кризису, который разворачивается у нас сегодня в стране. Значит, поэтому мировая либеральная система является абсолютным злом, потому что она настаивает на уничтожение человека как фактора. Что такое мировая либеральная система сегодня? А это победивший либерализм. Вы все об этом знаете. Это Егор Гайдар, это Чубайс, это Оланд и прочее, прочее, прочее. Всегда либералы стояли на идее, ограничение власти и государства в экономике всегда не на этом стояли. Но государство всегда должно вмешиваться, поскольку именно государство должно препятствовать развитию социал-дарвинизма, когда сильный живет слабого. Государство вмешивается на стороне слабого, ограничивая тем самым сильного. Поэтому нам сегодня необходимо создать идеологическую такую платформу, которая ограничит власть мировой либеральной системы как господство чисто несправедливости. Это первое и во главу угла должно быть поставлено. Теперь, значит, вот говоря о сегодняшнем кризисе, никто не сказал, к чему этот кризис привел. Этот кризис привел к тому, что сегодня невозможно расширять рынки. Кризис падения эффективности капитала, так называемого. А причина основная в чем заключается? Причина основная заключается в том, что в 1944 году была создана Бреттенвудская финансовая система. Вот корень зла сегодняшнего мирового кризиса, и в том числе у нас в стране. Было создано четыре института. МВФ, Мировой банк, ВТО и самое главное, ФРС существовал с 2010 года, но самое главное, в 1944 году ФРС придали регулирование доллара как учетной единицы богатства не на национальном уровне, а в общем мировом масштабе. Вот к чему это привело. Причем Бреттенвудская система всегда стояла на расширении рынков. При расширении рынков США печатали деньги в больших количествах, и за счет этой эмиссии создавалась определенная дополнительная прибыль, с помощью которой они контролировали и до сих пор частично контролируют мировые элиты. Вот это самое главное. Поэтому сегодня надо поднимать вопрос о реформировании как минимум, а лучше об уничтожении этой Бреттенвудской финансовой системы, как абсолютное зло. И, значит, следующий мой тезис – это внешний фактор. Говоря о выходе из сегодняшнего кризиса, необходимо упомянуть о внешнем факторе. Вот никто сегодня не затронул, кроме уважаемого, значит, Левашова Леонида Григорьевича, вот этот внешний фактор. Значит, на мой взгляд, сегодня заканчивается как раз капитализм, потому что он, значит, не имеет элементов подкармливания, не имеет элементов самоподкармливания, да. И мы сегодня переходим из капитализма в азиатский цикл накопления капитала. Вот сегодня сказано было про Эру Водолея. Эта концепция совпадает с этим моим тезисом. Сегодня весь мир переходит в азиатский цикл накопления капитала. И, значит, могильщиком капитализма выступать будет не пролетариат, как это было в 1917 году, могильщиком капитализма будет выступать Китай. Это надо понимать. Почему он будет выступать могильщиком капитализма? А потому что Китай знает азиатский способ производства. Я напомню, что если капитализация времени при капиталистическом способе производства осуществлялась за счет длительности, то есть судный процент, то сегодня это уже не работает, сегодня капитализация времени осуществляется за счет временных циклов. И об этом тоже было сказано очень грамотно. То есть порядка следования событий. Значит, а это уже не судный процент, это уже обменный курс. Так вот, в 70-е годы СССР за счет азиатского способа производства, и Китай тоже, а СССР за счет административной командной системы, серьезно начала опережать прибавочную стоимостную экономику США. Это тоже очень важно, и на это надо обращать внимание. У нас есть положительный опыт. Значит, первый спутник, первый космонавт, царь-бомба, экономика ГРЭС, АЭС, мы перекрывали Енисей и были впереди планеты всей. Не только в Балете. Значит, поэтому вот к этому надо возвращаться, об этом надо говорить. И сегодня Китай, допустим, сохраняет черты азиатского способа производства с двухконтурным финансированием экономики, инициированной политической волей. То есть два контура финансирования. Крупные проекты за счет безнальных денег, оплата товаров за счет наличных денег. Третий мой тезис — это идеология. Сегодня на первое место выступает слово «справедливость». Но это не то понимание, которое, значит, было при коммунистах и которое есть при либералах. Повторяю, что у либералов, в том числе у левой идеи «справедливость» — это некое распределение материальных благ. Правильно? Вот, допустим, у левых была теория классов, которые определяются по взаимоотношениям к средствам производства и к распределению. У либералов практически то же самое. Основная задача — наша рация. То есть основная задача — распределение материальных благ. Но сегодня это не работает. Сегодня, значит, классовая теория уже практически не работает, иначе нельзя объяснить судьбу Ходорковской и многих олигархов, которые сегодня нищие. Сегодня работает теория каст. Человек рождается уже не свободным и не равным. Понимаете? Вот это тоже тезис с точки зрения идеологии. Значит, поэтому сегодня смысл, смысл — это победа символов. То есть люди заинтересованы уже не в деньгах, не в накоплении богатства, не аргумент тела их устраивает, а их, значит, устраивает смысл. Смысл как победа над абсурдом бытия. Значит, и сегодня я считаю, что необходимо нам говорить о том, чтобы прекратить разрушение источников традиционных ценностей и источников религиозных ценностей. То есть надо возрождать иерархию, надо возрождать семью, надо возрождать религию. Это очень важно. Очень важно. Да, постараюсь вложиться. И последнее. Значит, сегодня разорившийся средний класс оказывается выброшенным на обочину исторического процесса. То есть появляются новые бедные. Это очень серьезная масса. В странах Запада это от 50 до 70% населения. У нас в России, вот на, допустим, Гайдаренском форуме я услышал цифру 30% населения. На самом деле это где-то от 30 до 50% населения сегодня, в ближайшие три года, будут лишены источника существования. Об этом тоже надо думать. Если в 1917 году 80% населения жили в деревнях и могли себя прокормить, значит, возделывая землю, то сегодня 80% населения живут в городах. Поэтому при углублении кризиса и нарушении товарных цепочек нас ждет неминуемый голод. Люди живут в городах, и им нечем платить за жилье, поскольку у них нет денег. Им также нечем, значит, платить за еду. А выращивать еду, сами знаете, тоже нет возможности, потому что, как правило, было сказано, сегодня вся земля принадлежит частным, как бы, землевладельцам. Вот. Значит, сегодня существует четыре силы в стране и в мире. Первый — это либеральный клуб, представленный вот этой неолиберальной, значит, элитой, да, финансо-спекулятивный истеблишмент. Второй клуб — это традиционалистический клуб, который поднимается в Европе. Это те силы, которые проиграли в Первой и Второй мировой войне. Посмотрите, понаблюдайте за Марией Бен, допустим, да. Третья сила — это евразийский клуб, он слабо представлен в России. Если, допустим, у нас существует и сборский клуб, и селигерский клуб, да, это первая и вторая сила, то евразийского клуба не существует. Вот поэтому у меня предложение создать некую идеологическую площадку для формирования вот этого отсутствующего в России клуба. Евразийский клуб, который будет выступать на позициях объединения тюркоязычных, допустим, стран или с Китаем против либеральной мировой системы. И четвертый клуб, который сегодня набирает масштабы в мировой системе, это клуб радикалов, так называемый политический слаб. Мы его все критикуем, недовольны и прочее, но надо этот вопрос как минимум изучить. Это как бы тема для обсуждения. И последнее. Значит, сегодня те, которых можно отнести к среднему классу в Европе, они неминуемо объединятся с теми, с тем потоком беженцев из Средней Азии и из Ближнего Востока, которые являются носителями традиционных ценностей. Вы понимаете, сейчас будет объединение традиционалистов и вот этих, значит, носителей традиционных ценностей. Это приведет к тому, что они, эта единая сила, будут выступать против либеральных принципов, против либерализма. И мы, офицеры, и все, значит, протестные силы, мы должны стать авангардом всех протестных сил в России. Мы должны стать примером для всех протестных сил. Не надо разделять левые, правые, там и прочее. Нужно объединение всех протестных сил под эгидой офицерства, всех людей с носителями традиционных ценностей, и тогда мы превратимся в единственную силу, которая приведет человечество к триумфу над либеральным сатанизмом. Спасибо. Спасибо.